Я вот знаю, что у меня пизда будет. Просто интересно, когда. Блин, как обидно сейчас сдохнуть, а пацаны дальше будут сами кайфовать. А? Что, снимаешь уже? Фарш на связи. Простите меня, мужики, за то, что не был вас дом. Давай, пацаны! Пока вы там стреляли, я играл так давно. Но я за вас молился и постился. И пару раз кидал ветерый скулгорщик. Когда началось это, я понял, что, блядь, наконец-то я могу им дать пизды. Потому что все эти годы, я не шел воевать, но они меня дико бесили. Потому что они все время говорят, что, ебать, хохлы лохи, блядь. Вот это мы бомбим Донбасс, ебать. Вот это принадлежит Одесса нам. Я с Одессой, кстати. Одесса принадлежит нам, Херсон, туда-сюда, короче. Ну, короче, вот появился шанс дать им пизды. Вот я хочу это сделать максимально, максимально долго это делать, перед тем, как я сдохну. Все, такая у меня логика. Первый бой был под Киевом еще не. Я особо еще не понимал нифига, но дико хотел рубиться. Я перед ним, вот пока меня не пустили повоевать, и несколько суток нормально не могу спать. Но мне ни хера не было. У меня была только каска и автомат, и РПГ. Все. У меня не было ни защиты, ни хера. Мне сказали, там есть русские, короче, в частном секторе. Они между домами прячутся. Я такой, наконец-то, русские. Ну, там, блин, такие русские были, что в итоге подранки сдохли, а двое, которые были живые, и те от нас съебались. Вот и все. Я даже не успел насладиться, так сказать, первым боем. Но я хотя бы на себе прочувствовал, что такое 120-й миномет. И что-то по нам еще работало по соседним домам. По-моему, тридцатка работала. Ну, БМПХ, походу, охуярил. Ну, что-то такое, типа. Ну, и вертушка приехала по пацанам там, поебашила. А над нами она просто полетала. Я на нее так посмотрел, думаю, блядь, а с чего я собью? Короче, первый бой одно расстройство. Типа, никого не убил. Мало движа. Ну, под Запорожьем первый удачный бой. Я тогда хотя бы понял, что такое, наконец-то, уже кого-то завалить, блядь. Кайфанул от этого, наконец-то. Потому что очень хотел припиздячить того, кто пришел ко мне домой и, блядь, и решил, что... А это моя посадка. Нихуя, это моя посадка. Ну, плюс-минус 100 метров. Я не знаю, для кого-то ближний, для кого-то дальний. Блин, я охренел, конечно, от того, насколько просто отобрать житуху у человека. Это вот так, просто изи. Вообще, просто, ну, просто... Просто, вообще, легко. Главное, не бояться. Никаких ощущений, там, какая-то тошнота, там еще сострадание. Знаешь, там, вот кто-то там рассказывает, вот, что-то там рыгает, тянет. Ебать. Это просто враг. Я сделал из него мясо. Пошел дальше. Все, вообще никаких чувств, абсолютно. Я как салат поел. Пацаны, метров 10-15 друг от друга. Пошли. Блядь, мы таким темпом не успеем. Фарш это позывной дал мне мой товарищ Азовец. Ну, я просто по жизни такой, люблю движ такой, что-то, чтобы опасность, знаешь, чтобы очко играло, прям, чтобы мне страшно было. Вот, где-то зарубиться, порубиться, что-то такое, прям, чтобы вот кто-то, знаешь, его аж в пот бросает, а я кайфую. И он мне дал такое позывное, зашибись просто. Я думал сначала Born to Kill и, знаешь, такие патроны в каску напихать, типа, как цельнометаллическая оболочка, знаешь, фильм. Думал вот такое вот. Ну, что-то плагиатить, а тут свое, знаешь. И уже в бригаде, в принципе, по крайней мере, комбат и большинство командиров знают, что... Фарш, кто на позиции? Фарш. Ну, бля, приятно, что знаешь, что ебанько. Пускай боятся с меня с той стороны. Я думаю, они тоже уже запомнили. Даже когда по мне, вот, допустим, работал снайпер, у меня вот под короб пулемета прилетали пули, мне об этом говорили. А я просто поворачиваюсь, говорю, сейчас, подождите, пацаны, я доработаю и снимаемся, короче. Я доработал себе, просто отполз, пускай стреляют. Промахнулся, заебись, не промахнулся, хуй с ним. Типа, а... Не знаю, я просто... Не то, что не думаю. Реально не боюсь, типа, умереть. Скорее всего, это будет быстро. Поэтому каждый раз я действую. Мне кажется, если бы с той стороны был человек, которого вижу, который действует так же, я бы, наверное, чуть-чуть поменял позицию. Потому что это очень нагло. Знаешь, вот, когда по тебе стреляют, да ты просто в полный рост высовываешься и спокойно охуяришь по ним. Ну, я полагаю, что, скорее всего, с той стороны должны думать, что, блядь, что за хуйня, как ему не страшно. И у меня так каждый раз. Ему высунуться с трубой, там, стреляют, пули реально свистят рядом со мной. Я возьму хуйну туда трубой, посмотрю. Ага, попал. Заебись. Если не попало, еще раз стану, еще раз бахну. Могу залететь куда-то на штурм. Ну, реально было, залетели на штурм. Пацаны себе поехали вправо. А я чуть-чуть, я своеобразный. Я чуть-чуть поехал влево. Вот, сработай, я влево не ухожу. И получается, я прям заехал, вот знаешь, это как будто ты сейчас зашла к нам в квартиру и сразу ко мне в комнату. Вот внутрь. Не просто на прихожую, а вообще внутрь, ко мне в комнату. Вот я так сам, я прям внутрь их позиции. Такой, тадам! И то есть, я вообще, должно быть, изначально было быть так, что я заеду и, как бы, вот они. А получилось, я заехал и они, вот они, вот они и вот они. Понимаешь, и... Ну, было классно, конечно. Мне нравилось. Ты не туда зашел? Не, не один, но, как бы, был я. Мне еще дали ребят. Нас было человек... Ммм... Человек 7 или 8. Потом резко стало на двое меньше. А, ну, мехвода и наводчика можно не считать. Они сидели, один стреляет, а второй, наверное, вцепился просто. И думал, бля, когда скажут, уезжать. Вот. Ну, типа, по факту. А потом остался я, остался еще один у меня пулеметчик был без патронов. Ну, бессмысленная, конечно, штука. Пулеметчик без патронов. И еще один автоматчик. А потом у меня закончились патроны на пулемете. Я его закинул на БМП. Взял ураненого автомата. Говорю, взял раненую ногу вот так. Ну, у него нога просто лежала, его рядом. Я ее так отодвинул ногу, говорю, извини, взял магазин и начал хуярить его автоматом. Ну, а что, его нога уже оторвалась. Под ней были магазины. Надо что-то делать. Или что, мне не стрелять. В отпуске, вот, когда я езжу, я тренируюсь, ем, сплю и хочу побыстрее вернуться назад. Не могу я там находиться. А идеальный для меня отпуск, это здесь. И чтобы мне сказали, что нам дали Макс Про. И прислали мне из Америки миниган. Я поставлю на Макс Про. И комбат мне скажет, блядь, можно поехать разъебать эту посадку. Я поеду, я просто срежу ее нахуй под корень, выжгу нахуй все эти блиндажи и принесу ему самые охренительные трофеи. Вот это был бы отпуск. Вот это было бы классно. Представляешь, сидишь дома, и тут вот звонит командир, говорит, блядь, фарш, нам дали миниган и Макс Про. Вот это было бы идеально. Я бы уделил неделю, ездил бы каждый день на полигон, кайфовал с этой техникой, а потом бы разъебывал все живое, что есть. Потому что, во-первых, миниган охренительно скорострельный, Макс Про мало что берет. Я бы еще нашел мехвода, который, я бы его спросил, братан, ничего, если ты сдохнешь? И вот если я найду типа, который скажет, блядь, да похуй, вот это будет мой мехвод. Я бы взял еще себе такого мехвода и меня. Все, мне не надо вот это второй номер, чтобы какой-то там секель сидел вот так вот возле стенки. Блядь, нас убьют. Пошел нахуй, блядь, ты боишься сдохнуть, иди нахуй. Ты долбоеб, ты конченый. Иди нахуй, сиди, блядь, под юбкой. Вот. Мы бы просто вдвоем выезжали, разъебывали бы все живое и съебывались. И потом бы кайфовали от крутых видосов. Блин. Вносили бы просто им смуту, разруху и сеяли бы, блядь, панику, нахуй. Я бы, наверное, макс-про еще вот такую пиздатую челюсть, блядь, акулью нарисовал, чтобы по них-них новостях, там, у Вагнера, где было, везде. Вот. Они бы эту челюсть постили и говорили, ебайтесь, увидите, теряйтесь, нахуй. Пацаны, у кого гранаты кидать? Сюда, блядь, твари, нахуй. Что, это страшно? Тут у нас ребята умирают. Господи, боже мой, блядь. Вот, помогите нам волонтеры, блядь. Кто-нибудь, мамочка. Это все хуйня, это параша ебаная. Если ты так боишься, если тебе жалко так пацанов, так бери их, нахуй, под мышку, ебать. И теряйся в Польшу, блядь. Вплавь, не знаю, как хочешь, ебать. Это не твое, нахуй. Если ты вот так стонешь, блядь. Нас не забирает, нас усиливает, и мы продолжаем. Дескотека только начинается. После войны у меня несколько вариантов. Я работал телохранителем, после войны я думаю, что если я стану целым, у меня хотя бы будет одна нога и протез, то, ну, в идеале надо выжить, конечно, сначала, то, возможно, буду телохранителем. Я думаю, предложение будет с хорошей суммой. Второй вариант, который мне, конечно, нравится больше, это найти частную военную компанию для участия в каких-то гражданских войнах, конфликтах, вялотекущих войнах, где-то там в восточных странах, там, не знаю, Сирия, Ливия, Ирак, Африка, Афганистан, что-то такое. Ну, потому что после этого супердвижный, мне будет скучно сидеть просто дома. Да, у него не получалось консервы укладывать, потому что я тебе сейчас скажу, вот приведу аналогию. Вот ты, вот здесь же вы живете, снимаете квартиру. Вот тебе есть на кухне тараканы? А вообще, ты была в доме, на котором на кухне или в комнате есть тараканы? Вот когда света нет, они себе спокойно, знаешь, сидят. Как только включают свет, они такие, хопа, прячемся, блядь, они разбегаются. Вот такая же херня была и с танчиком. То есть он, блядь, как бы едет по блиндажам, и они вот так вот, и в разные стороны, и от меня. И, то есть, я даже, блядь, я просто стреляю вот так, потому что не знаю уже, в кого прицелиться. Они бросают все, убегают. И у меня, закрой ебало. И у меня такие, у меня такие разные мысли, знаешь. Догнать, словить и связать, либо стрелять. И я в этой, в перемешке, просто не могу понять, что мне делать, не могу сконцентрироваться, прицелиться. Ну, естественно, мне приходится дальше говорить танку, продвигайся, дави еще и ломиться за ними просто. Я прям вообще к нему вплотную пошел. Просто я решил уже, ладно, если они прям из-под него вылазят, так я, как только он с них съедет, а я сразу тут, как тут. Ну, и такой, он только съезжает, а я такой подбегаю, там, а где же ваши ручки? И я такая, туда, блядь, с автоматом, нахуй. И они прикольные, они так блиндажи выходом делают от нас. И я просто, так как бы, танчик начал ехать, и он еще был далеко, я просто от него чуть отдалился. Я понимаю, что тут сидит русак, он сейчас будет стрелять. И думаю, да пошел ты нахуй, туда гранаты ему кинули. Оттуда аж, блядь, шерсть такая, ну, вот это вот, в кошмоте вещей. Я потом такой, на! Такой, нормально, все, следующее. Ну, блиндажи, короче, в каждую лузу туда по гранате ему, вот, нехуй. Так, а ты с танкистами как ты с ними общался? Не было свято, а не просто там кто-то сидел на башне? Да какая свято, да какая башня. Он ко мне подъехал, я ему... Нет, там же нету ни закалывания вообще. Не, он еще изначально, как подъехал, короче, в посадке, стоял на поле у посадки, прям, у него люк был открытый. Я ему говорю, заезжай, короче, в посадку, говорю, едь прям по посадке и дави. И он так на меня смотрит, говорит, да в смысле по посадке? Я говорю, ну, прям по деревьям, говорю, вот так вот, по посадке едет. Ты когда не был танёк, она изначально спланированная? Да какой нахер спланированная, это импровизация. Не, ну как, мне мой командир говорит, сейчас приедет танк, хай по посадке едет. Но танкист об этом-то еще не знал. Вот, и, ну, в общем, он люк-то закрыл, ну, и начал в посадку заезжать. Ну, он охренел, конечно, от этого, так сказать, приказа, но я охренел не меньше от того, что танкист меня послушал. Ну, то есть человек тоже, наверное, без всяких моральных принципов устоев, и, в принципе, ну, не сильно задумывался о последствиях. Ну, мало ли мы уже чем-то с РПГ бахнули, хотя, как в РПГ, они уже до трусов готовы были раздеться. Все, начался движуха, там у меня пулемет был, трофейный, один, второй, я сначала с одного пострелял, он заклинил, он взял, второй пострелял, он заклинил, в том трубу взял, бахнул с трубы, потом с гранатометом, потом все, уже автомат, подствольный гранатомет, гранаты. Да, было очень классно. Блин, я надеюсь, у меня еще будет штурм, на котором я смогу также воспользоваться услугами танка. Проехался танчик, у нас просто трофейная рация была, мы услышали, типа, что сейчас буду эту посадку утюжить. Я говорю танчику, давай, отъебывай, отъебывай, потому что, ну, нафиг, что мне танк спали, он денег стоит. Танк, короче, уехал, я ему сказал уехать. Вот, я стал за блендажиком, взял трофейный пулемет, думаю, ну, пока передышечка, короче, вдох-выдох и играем в любимых, так сказать. Пока была передышечка, они просто стреляли чуть в нашу сторону, ну, что там с автомата, ну, ебать, там только в голову видно, а тем более, если в голову попадет, умру сразу, поэтому не страшно. Встал себе, сфоткался, подождали, короче, танчика, пока магазины зарядил, был он, танчик приехал, и такой, фу, все, понеслась дальше, ну, пробегала недолго. На самом деле, если бы у меня тогда был медик, я же что испугался, я провел рукой, вот так вот, по ягодицам, а у меня, это, короче, жопа вся, вот, ты когда-то ежика в руки брала? Вот и когда берешь, он колется, правильно? А тут такое ощущение, что у меня два ежа на каждой булке, и я вот постоянно на них, я даже вот сейчас такое ощущение, что на большого, такого жирного ежика сел. Просто знаешь, осколки, они просто впиваются мне в мясо, даже в туалет не прикольно ходить, поэтому я сейчас делаю это реже. Из-за этого я более злой, и очень хочу на штурм попасть. Привезли меня в Павлоград, меня, короче, ну, меня тут дружковки, короче, заклеили, один осколок на спине, там, надрезали, вытянули, я говорю, ну, покажи, он показал, я говорю, заебись, он заклеил, потом он позаклеил все остальные дырки, ну, что-то хреново, ну, короче, сижу, у меня тут кровь течет, вот так из жопы по ногам, из ноги, ну, короче, вот так вот сижу на стуле, а тут лужа такая, как месячные прям. Вот. Привезли меня потом в Павлоград, опять меня вот эти вот поотрывали, а у меня столько шерсти на теле, капец, вот, поотрывали меня вместе с шерстью, реально, это было больнее, чем ранение, мне кажется, вот, поотрывали, там, обработали, заклеили, и такие, говорит, ну, тебя что-то болит, я такой 9 часов ждал, пока меня отвезут в Павлоград, меня привезли туда, и ранило в час дня, мне привезли в 2 часа ночи, я на него такой смотрю, и такой про себя думаю, да, если честно, мне вообще уже похуй, и я ему такой говорит, да не, он говорит, ну, на мать, иди ложись, все, ну, типа, еще пару дней я там потусовался, короче, в Днепре, там, в Киеве, ну, там в больничке побыл, в Днепре, потом поехал в Киев, по делам, приехал сюда, все, вот мое лечение, а сейчас, ну, меня тут просто на вылет, ну, от осколки прохерачили, там, лимфоузлы задеты, у меня нога чуть отекает, это херня, просто иногда приходится ранку надрывать, выдавливать гной, и туда внутрь закачивать, это, такой гель, короче, он чуть печет, но это тоже херня, расстраиваюсь, потому что, если бы у нас был медик, который со мной, и он сказал, что жопа у меня на месте, что крови было много, я же думал, мне жопа оторвало, ну, тут мне пофиг, мне тут вену разорвало, типа, ну, она пока довезли, она закоксовалась, там, да и все, пофиг, я даже ничего не делал, пластырь наклеили, я говорю, рука болит, я говорю, нет, вот, был бы медик, сказал бы, все нормально, я бы просто перезарядился, и пошел догнал этих гусей, они тупо по боли вот так бежали, охреневшие, без единого автомата, к своим туда, я не понимаю, что их не догнал, никто кроме меня, бля, расстроился, вот, вот это было обидно, да, мне просто нужен был медик, но его туда не было. Ворвусь, ты готов? Сейчас будем двигать. Все, стартанули, бля, самая моя главная ошибка, и вот проблема, когда меня жестко несет, надо хоть немножко, как-то там, блядь, в голове, чтобы что-то затягивало, чтобы ноги медленнее шли, потому что, как только я чувствую, что все, переломил, фу, я уже не могу остановиться, и это очень плохо, да. А вы что-то просто можете это сделать? Не, остановить. Это бесполезно, блядь, тут не объяснить, не заставить, типа. Никого не прислушиваешься вообще? Не, я прислушиваюсь, я советуюсь, прислушиваюсь, у меня друзья там, ну, и в спецслужбах, короче, и с многолетним опытом, я с ними постоянно советуюсь, слушаюсь их, не то, что прислушиваюсь, слушаюсь их советов, там, постоянно спрашиваю, а как вот это, а как вот это, там, за границей у меня есть инструктора, с которыми я общаюсь, чтобы научиться чему-то новому, потому что, блядь, хуй научат, если сам не, вот, если сам не захочешь, блядь, если сам не будешь что-то интересоваться и где-то что-то ковырять, хуй научат, типа, надо самому, вот. максимально не обрезай, вот это мат, вот это вот все, хай вот знает, как оно есть, твари нахуй, пускай они, там, не строят себе каких-то там воздушных замков, не ходят в розовых очках, блядь, не, не выдумывают хуйню, блядь, смотрят нахуй, во-первых, как оно есть, смотрят реально на тех, кто воюет, а не на подзалупников, и, блядь, находят где-то вот там вот, расстегивают, блядь, ищут яйца, нахуй, они должны быть, где-то там, хотя бы, блядь, одно маленькое, оно должно быть, раскачай его, размассажируй, блядь, найди тестостерон себе, блядь, заполни анкету, приди, сука, попробуй убить, блядь, принеси ебаную пользу, мне, блядь, ну, типа, да, нам нужны донаты периодически, вся хуйня, но, я уверен, что большая часть из тех, кто чилит дома, блядь, нихуя мне не донатит, поэтому, ребята, блядь, донаты, это очень пиздато, но, если, хотя бы половина из тех, кто там дома липнет очком к креслу, возьмет оружие в руки, то будет гораздо легче, быстрее, и, гораздо больше, блядь, сохраним, жизни гражданским людям, нахуй, я не знаю, что, что им еще сказать, а тем, кто уже решился, пацанам, рекрутом, или, вот, в раздумьях, типа, ну, я могу сказать так, что, во-первых, ребята, вам реально понравится, во-первых, это охуенно, смотрите, вы можете, захуярить, кого угодно, с той стороны, вам за это нихуя не будет, это раз, во-вторых, за это платят бабки, в-третьих, блядь, вы будете стрелять со всего, вы будете участвовать в самой охренительной войне, блядь, со времен первой, второй мировой, вы будете реально решать, вот, ну, судьбу мира, если вы думаете, то, блядь, действовать пора уже, потому что, вот сейчас тепленько, сейчас будет вам легко, во-вторых, если вы уже решились, то советую вам выкладываться на все сто физически, и вообще не задумываться о том, что вас ранят, ну, если ранят, хуй с ним, потерпите там чуть-чуть, вас подлатают, на кроняк, потом будете кайфовать, вас всем будут говорить, ебать, ты красавчик, ты воевал, блядь, вся хуйня, если охренительно повезет, вернетесь, будете ебашить дальше, будете уже как ветеран, будет уважуха, вся фигня, поэтому, ну, реально, типа, минусов тут, ну, типа, и не считайте, что умереть, это прям большой минус, хотите, я вас, блядь, всех расстрою, вот, допустим, вот, там, тебе, вот, рекрут, там, допустим, вот, сейчас 25 лет, ты и так сдохнешь, лет 70-80, вот, где-то, блядь, может, вот, даже, вот, на такой же лавке, блядь, возле такого же дома, вот, с какой-то, блядь, бабкой, нахуй, с вот такими голевыми сиськами, нахуй, просто, блядь, у вас там простатит, вся хуйня, геморрой, вы даже поебаться не можете, ну, просто ты сдохнешь, блядь, да, может, тебе выстрелят, нахуй, ты будешь пиздатым миллионером, там, на яхте будешь трахать, охуенных телок, но, скорее всего, и если сдохнешь, то сдохнешь в бою, про тебя будут помнить, дохрена, людей, будут уважать, будут тебя уважать, твою мать, что она воспитала такого, блин, тигра реального, ну, типа, поэтому, вообще, не парься, не думай, и давай, пакуй шмотки, типа, и к нам, ну, тебе сто пудов понравится. Блядь, где все, сука? Ну, я за вас молился, и поспился, эх, каработа, гроза, пару раз китал, еще раз куворщик.